Челябинцы одерживают историческую победу! Вот, например, Войнов. С ним все просто. Он приедет в Челябинск в среду вместе со своим агентом Тыжных и встретится с Дубровским. По поводу этой встречи куратор трактора от областного правительства Сеничев несколько раз высказывался в прессе в том духе, что надо бы стороне Войнова позвонить в приемную губернатора и записаться на встречу. Но встреча все время откладывалась. Видимо, в приемную Войнов и Тыжных дозвониться не могли. Вообще, странный, конечно, способ решения вопросов такого уровня. Я о звонке в приемную и записи на встречу. Либо Сеничев не понимает, как проводятся такие большие сделки в хоккее, либо все понимает, но делает вид, что не понимает, и этим и вызывает волнение в обществе. В любом случае, положительного пиара на теме Войнова трактору сделать не удалось. Никакого. И никто почему-то не спрашивает Сеничева, как так вышло, что игрок, права на которого в России принадлежат трактору, уже больше недели живет и тренируется в Москве. А встреча с Дубровским? Да, она нужна. Но на этой встрече будет обсуждаться только один вопрос. Это не вопрос, будет ли Войнов играть в тракторе. Все уже решено. Роман Ротенберг провел прекрасную работу, пока руководство трактора дремало, и рассказывало, что трактор может предложить Войнову не только деньги, но и любовь. Все, что хоккеисту нужно, не только любовь, но и большой клуб, а трактор таковым сейчас не является. У Дубровского будут обсуждаться условия перехода защитников СКА, и все. Хотя, не совсем все. Будет и второй вопрос, который будет решать губернатор области, тренерский. Все помнят, что судьба Николишина в тракторе давно висит на волоске, но мало кто знает, что этот волосок может оборваться уже на днях. Говорят, что едва трактор уехал на четыре гостевых матча, Синичему Мегамоляка было принято принципиальное решение о замене главного тренера. Остается дождаться визы Дубровского. Но уже сейчас у трактора три победы в последних четырех матчах. Любопытно, как руководство клуба будет объяснять рокировку, если сейчас Николишин выиграет дважды в Европе и привезет с выезда те самые девять очков. Руководству трактора вообще есть о чем поговорить с болельщиками, то есть с теми, ради кого они работают, ради кого и играет эта команда. Особенно в свете открытого письма с призывом всему руководству вместе уйти в отставку из-за профнепригодности. Там вообще толково расписано и претензии объективны. Команда играет плохо, в клубе много блатных. Как правило из Магнитогорска, административный штат работает на отъебись. Много всего. Письмо получило неплохую огласку в СМИ, даже на КХЛ-ТВ. Его поддержали болельщики трактора по всей стране и даже болельщики других клубов. Но на него пока нет никакой реакции со стороны тех, кому оно адресовано. Вряд ли они, сенечевцы товарищи, не заметили этого послания. Значит, пока это пауза. Окопная тактика с целью посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Но этот фитиль уже запален. И его не потушить даже победами. Неделя была насыщенной и тяжелой. Новая будет такой же. Ах да, на прошлой неделе был еще и балдюк. Опять балдюк. Его Николишин не взял в московско-европейский выезд и отправил в Челмет. Этот замечательный канадский нападающий, якобы крутейший центр первого звена, приехал в Россию. И Челябинск как раз именно для этого, чтобы начать карьеру заново, с самых низов. В четвертом звене фармклуба трактора, в ВХЛ. Жаль, что он не ведет какого-нибудь блога и не рассказывает в нем своим друзьям, как ему здесь. Это было бы весело. Это был бы полный балдюк. Хотя в тракторе сейчас и без того полный балдюк.